Вадим Усольцев сегодня создает праздничное настроение у входа в зрительный зал. Он играет музыку о весне, тепле и любви. Под одну можно постоять и помечтать, говорит саксофонист, а под другую смело потанцевать. Ведь сегодня женщины могут позволить себе все. Я специально не готовлюсь, но все обычно спонтанно получается. Приходит праздник, тогда приходят какие-то мысли. Тысяча и еще одно признание звучать со сцены для всех женщин из Китима. Сегодняшний концерт должен стать особенным. Просто потому, что 8 марта не только международный женский день, а праздник весны и красоты, говорит начальник городского управления культуры. Весь концерт выстроен именно в поздравлениях для женщин. И номера тоже подобраны так, чтобы было ярко, красиво и приятно женщинам. Сегодня отметят ярких, интересных женщин нашего города наградами Новосибирской области. Без мужской критики жить неинтересно. Без нее наша женская народная забава сама придумала, сама обиделась, становится неактуальной. И если все будет настолько безукоризненно, что даже придраться будет не к чему, то чему тогда будут аплодировать стоя наши дорога? Мы тут с девочками посоветовались и решили, ты у нас один, тебе беречь нужно. Поэтому полкости в наш адрес пускай про наши самих от нас и звучат. Тем более нам лучше знать, какие шутки про женщин смешные, а за какие без обеда остаться можно. Международный женский день отмечают в ряде стран. Он появился как День солидарности женщин в борьбе за равные права. Важной вехой в истории праздника в России стал 1917 год. Ознаменован революционным взрывом, который положил начало февральской революции. Тогда император подписал указ о даровании права голоса женщинам. Праздником и нерабочим днем 8 марта стало лишь с 1966 года. Постепенно он потерял феминистскую окраску, став днем поздравления женщин, девушек и даже девочек. Самое главное это, наверное, любовь, здоровье, все, что я им хочу пожелать. Благополучие, процветание. Наверное, скорее всего, какой-то стабильности хотят, потому что сейчас такое время очень сложное. Для меня это внимание женщины, когда ты просто вместо ее встанешь на кухне, сделаешь доброе дело и потом не будешь ее весь год укорять. Благодарственные письма за активную жизненную позицию. Добросовестный труд сегодня вручают общественнице Маскетима. А главный подарок для всех – праздничный концерт от городских творческих коллективов.